Всем привет, друзья мои! Сегодня мы готовим салат белая береза. Этот салат я готовила уже очень давно, готовлю, вернее, очень давно и мне он очень нравится. Там такие ингредиенты очень простые и очень он получается вкусным. Что мне нужно для салата? Мне нужен чернослив. Вот дочь я сбегала, купила 6 долларов эта бабочка. Это первый слой я буду класть чернослив, второй слой я буду куриную грудку класть, она у меня отваривается. Третий слой у меня будут грибы, обжаренные с луком, у меня шампиньоны. Так что я буду четвертый слой яйца, пятый слой огурцы. Ну я также буду это все промазывать майонезом и мне нужны будут для украшения листья салата, для этой белой березы. Ну также мне нужен будет чернослив. Вот приступила к приготовлению салата. Крошу чернослив. Чернослив крашу мелко. Взвесила чернослив, его ровно 100 грамм. Это у меня будет первый слой чернослива. На вот таких вот весах. Да, в будущем. Весы надо выключить. Ну все, выбирай. Так, продолжаем крошить чернослив. Я сейчас все накрошу. И сейчас же мы начнем уже обжаривать грибы с луком. Потому что нужно поторапливаться. Ну давай я... А, ты не порезала еще грибы. Нет, не порезала. Ну я могу лук закинуть? Ну давай. Закидывай лук. Так, сейчас идем к плите. Масло оливковое налей. Так, ложки две. Сейчас возьмем оливковое масло. Вон оно стоит. Вот оно оно. Почему? Я же его налила вот в эту. А, точно я забыла. Так. Ну примерно две ложки. Так, интересно. О, камера не фокусируется. Вот эта штучка называется... Как она называется по-русски, мам? Дозатор тут что-то. Не знаю, как она называется. Рэйчел Рэй. Это фирма такая. Известная. Известная фирма. У меня такой брендовый дозатор. Включаем плиту. Кувшинчик, как он там называется? Кувшин. Я тоже не знаю, как ни по-английски, ни по-русски. Ладно. Так. Включаем плиту на высокую температуру. У меня, может быть, плитка чуть-чуть грязноватая. А вот у нас готовится наша индейка. Два часа осталось. Так что не обращайте на нее внимания. Ладно. Сейчас мы будем... Возьмем лук. Лука была 350 грамм. Мы взвесили. Это была одна большая луковица или их несколько было? Да, она была одна большая. Я купила большие луковицы, потому что они были очень дешевые. Поэтому я их купила. Так. Сейчас я выложу лук оставшийся. Обязательно не забывайте мыть свои тарелки. Из грязных тарелок никто не ест. Так. Сейчас я покажу, как моем тарелки. На фонаха, да? Да, вот так вот. Чик-чик-чик-чирик. Все. Потом ставим все в посудомоечную машину. Я пока не буду. Так. А у нас тут мама выкладывает... Первый слой. Первый слой из чернослива. Вот. Я же белую березу делаю, поэтому я делаю как бы ствол. Это у меня будет ствол. Какой красивый ствол. Так. Ну я, наверное, подкрашу еще этот чернослив, потому что... Мне кажется, ствол-то у нас как-то коротюсенький. Коротюсенький и тоненький какой-то он получился. Это же все-таки дерево. Ну извините. Сейчас исправим ошибки. Раз у нас видео про готовку, хотела спросить у тебя, мам, как тебе наши магазины в Америке? Очень нравится. Очень нравится. Что тебе там нравится? Что больше всего нравится? Да. Не знаю, что больше всего. Мне нравится все. Из продуктов или что? Или обслуживание? Ну все вообще. Что-нибудь замечательное я заметила. Все замечательно, да. Пока... Как тебе обслуживание нравится? Обслуживание... Чем оно тебе нравится? Пакеты не надо покупать, да? Дело в пакетах, что ли. Ну а что ты пакеты с собой всегда таскаешь? Неудобно же. Да, да, да. Пакеты не надо покупать. Все тебе сложат. В сумочку. Пакеты подадут. Улыбнутся. Что еще нужно человеку для счастья? Деньги нужно, чтобы в магазин ходить. Да, это самое главное. Так, иди помешивай лук. Сейчас идем. На. Ой, я это не... Не это. Не мешай этой штучке. Это не... Ну как ты мне не мешаешь этой штучке? Мне очень даже приятно мешать. Ну я не люблю ей мешать. Я ей практически не пользуюсь. Так, помешали лучок. Лучок, лучок, давай жарься. Лучочек мой красивенький. Пожалуйста, зажаривайся. Как у нас там? Ох, какая красота у нас получается. И пахнет так вкусно. Жалко, что камера не передает запах. Пахнет-то обалденно. Что именно пахнет? Лук или индейка? Если ты питаешься, и я все подрезаю, подрезаю, а уже третью штучку, потому что маловато будет. 100 грамм. Да. А всего лишь что у нас 100 грамм в первом слое? Ну, что-то какой-то маленький свой. Так что я его добавляю. С тволом. Вот так размазываю. По такому блюду. Доча тут еще не обзавелась посудкой. Поэтому на чем есть, на то мы готовим. Хорошо, шампиньоны. У нас их было, как вы помните, 350 грамм. И вообще, не обязательно же к граммам придерживаться. Ну, все любят граммы. Я вот смотрю, когда видео у нас на Фейсбуке, хорошие, ну, такие видео, как-то они, Тейсти называются. Ну, в общем, кто-то придумал. И там все написано, сколько всего класть. Ну, так как люди, молодежь, наверное, любит граммы. А люди бывалые, такие, как я уже, господи, не ошибутся. Ну, положишь ты больше яиц. Или больше этого. Наверное, те, кто не умеет, любят граммы. Потому что я не умею готовить. И я люблю, когда мне в граммах все пишут. Не то, что не умею готовить, я просто не готовлю. Я не знаю, если переложу, вкус будет какой. Точно такой же. Это как пианисты. Те, кто музыку читают с листа, они же знают, какой они звук сыграют, если они, допустим, какую-то ноту нажмут. Ты сравниваешь готовку. Ну, а что, это тоже искусство. Если вкусно приготовить, то это искусство. Жалко, что я не училась ни на повара, ни на оператора. Муж мой говорит мне, скучные видео снимаешь. Я говорю, что на видео плясать должно, чтобы всем весело стало. Ну, а как? Так, а у нас там жарится лучок. Пахнет. Я убавила на... Не знаю, видно, нет. У меня вообще-то салат «Белая береза». Ну, быстренько рассказала, что там... На двойку, примерно, на тройку даже. Так, сейчас помешаем мячик. Он пока потихоньку зажаривается. Нам нужно уже эти... Несу грибы. Грибы. Давай, кладу грибы. Папа сейчас будет видео смотреть. У меня будет слюни течь. Он там пельменями давится. Да нет, еще не варил пельмени. Так, знаешь, что мне надо туда добавить? Мне нужно туда добавить... Сливочное масло, одну ложечку. Куда? Вот этот. Так, давай. Ложечка сливочного масла. Как думаешь, это есть ложечка сливочного масла? Да, есть. Да, вот так вот как раз добавляю. Ну, не трогай пока, пусть они немножечко. Ну, надо чуть-чуть прибавить, может? Да, да, прибавить, конечно. Убавила совсем. Так, я наполовинку. Наполовинку здесь прибавлю. Ой, мам, вот эти штуки... С плиткой рядом не ставь. Я один раз поставила, у нас как бабахнуло. У меня вся кухня тут была в этом. Разогрелась сильно, я забыла плиту выключить. Лучше их убрать. У меня вот такая огромная была. Баллончики? Да, баллончики. Пэм называются. Я когда увидела, мне стало смешно. Я говорю своему мужу, ты маму свою дразнил? Когда маленький был. Говорит, да, я дразнил ее. Ее маму залыпкаем. Так, сейчас себя сниму, оператор. Оператор тут ходит. Что ты делаешь? Покрутилась, принимаешь. Ты снимаешь салат белая береза или себя показываешь? Себя показывать уже надо. А, кстати, заметила я, что мы же всегда масло в холодильник ставили, да? Тут американцы масло в холодильник не ставят. Ну, не ставят, оно, наверное, у них не пропадает. Ну, может быть. Но оно мягкое, когда его в холодильник не ставишь. Когда в холодильник поставишь, его потом не размажешь по кусочку хлеба. Так надо кусками масла на хлеб намазать, а не размазывать. Да, надо сантиметрами его мазать. Да, неправильно американцы просто используют масло. Поэтому, наверное, они все такие толстые. Правда же? Вот именно. Так, мне нужен майонез. Майонез. Оператор. Так, идем за майонезом в холодильник. Вот это тут? Нет, ты что, это боди? Вон он у нас. Так. Мы в бодиев, в этом, в каско или в самсклабе. В самсклабе мы, наверное, это еще покупали. Сколько тебе ложек майонеза? Ну, сначала одну ложку сейчас размажу. Первый слой. Вот такую ложечку. Это столовая ложка? Надо пойти помешать. Лук с грибами. Забываю, как все называется. Я тут и оператор, и кулинар. Ты помощник. А я под мастерье. Да. Помешала один раз грибы, уже кулинаром заделалась. Ты прибавила вот это вот? Да, да, прибавила. Вот это у нас слой гриб. Ну что, я так съем, мне нравится. Как они называются? Грибы с луком. Опять забыла, как называется. Сейчас я окно покажу. Что у нас там творится за окном. Какая у нас красота. Ёлки. Может быть, белочку увидишь? Может, и белочку увидишь. Что-то белочки спрятались. У них, наверное, тоже день благодарения. Нет, я видела сегодня бега любез. Они отмечают уже. И что, уже кушают недельку, думаешь? Да не, наверное, пиво выпивают. Пьяные белочки у нас будут выходить. Так, первый слой у нас готов. И на этом наше видео закончено. Сварилась грудка. Я ее порезала помельче. 200 грамм грудки отварной. Мы еще добавили, не забудь сказать, еще 2 ложки майонеза. А, да. Чтобы эта суховатая грудка не была. Потому что сейчас после грудки вообще нужно прослаивать, еще нужно намазать после грудки майонезом. Но я не хочу мазать так, как у нас грибы жареные. Там оливковое масло. Тоже сок дадут и жир. Так что, кто хочет пожирнее, можно добавить майонез. Кто не хочет, можете не добавлять. Можно вообще майонез не добавлять, кто не хочет. Правда же? Да. Вот так вот ствол наш готовится. А вот так мы в Америке здесь пьем газировку. Продается все в баночках. И упаковка таких баночек стоит 12 штучек. Стоит 4,48. Но она была на сейле, на распродаже. И стоила она 3 упаковки по 12 баночек. За 10 долларов. Но я не хотела покупать то, что мне было сказано по распродаже. Поэтому я заплатила дороже. Мне нужно было купить или кока-кольные продукты, или пепси-кольные. Ну вот, что хочу сказать. Я когда жарила грибы, я специально вот такие вот порезала, большие как бы. И сейчас я их оттуда достала для украшения. Можно пожарить отдельно, а можно сразу, если не хотите морочиться. Это нам нужны будут сверху для украшения. Я его готовила, этот салат, разными способами. Просто по кругу выкладывала на все блюдо. И так вот деревом выкладывала. Но у меня был разнос побольше. Это блюдо вот это. Я его готовила пошире. То есть у меня получился ствол побольше. Но если готовите ствол побольше этот, соответственно, продуктов надо побольше. Ориентируйтесь по своему блюду. Сколько у нас человек будет сегодня? Я даже не знаю, сколько. Вот такой слой грибов и лука. Сейчас у меня будет слой яиц и слой лук. У нас будет 10 человек сегодня. Ну, возможно, они не захотят есть. Они не захотят? Мы будем сами. Мы с мамой вдвоем стучим его. И чарльжи тоже нравится. Слишком много. Так. Ему нравится он с Принглсами. Готовим вот это? Да. Нет. Это же другой. Любой ему все нравятся с Принглсами. Он все на Принглс кладет. Надо было Принглс купить. Что-то не подумали. Так, следующий слой делаем. Готовим. Следующий слой у нас яйца. Как я уже говорила. Яйца можете крошить как угодно вам. Как хотите. У меня есть резалка для яиц. Нет, я люблю. У меня тоже дома есть резалка для яиц. Но я как-то вот не пользуюсь. Как-то все. Мне кажется, так все быстрее и лучше. Ну, хорошо. Она мелко режет просто. Можно вот так вот еще поделать. Порезать. Так, сейчас я выложу вот эти четыре яйца. Потом сверху еще добавлю. Так, показываем, как мы вкуснотищу готовим. У меня уже вкус этого салата на языке. Уложила я яйца сверху. А сколько яиц-то уложила? Пять яиц. Пятое порезала, да. Сверху кладем майонез. Я привыкла все ложкой тоже. Нет, чтобы такой мягкой лопаточкой разравнивать. Ну, так ты бери ее пока время-то есть. Ну, не говори. Я вот не могу. Вот мне надо все по-простому. Ну, что, лопаточка, она непростая. Она золотая. Раньше же не было таких этих всяких лопаточек. Поэтому она... Да я тоже особо ничего не покупаю. Вот так, три штучки есть. У моей свекрови у нее там ящики целые. Ну, ты еще молодая-то, если бы готовила, то ты бы покупала все. Да и мне все-таки еще не 60 лет, поэтому еще успею набрать. Да, подожди. Так, а я все попиваю свой Mountain Dew. Мы пьем диетический Mountain Dew. Мы с сахаром не пьем, он слишком сладкий. У меня аж тошнит от него. Ну что, теперь я буду укладывать огурцы. Так, огурцы я порежу соломочкой. Может быть, даже и кубиками. Ну, чтобы у меня это все держалось на яйцах. Ну, ничего себе, ты профи по огурцам, по резке огурцам уронила. Ну, ты меня сглазила, не говори. Ну, ничего страшного. Кусочек уронила. Обалдеть, огурец 2,5 доллара за огурец. Да уж, не говори. Зелень. Ну, а что у нас на Новый год, я помню, тоже огурцы. Сто с чем-то рублей. Или 70. 200. Или 200 рублей, я уже не помню, сколько. На Новый год огурцы были у нас. Когда не успеешь заранее купить. Да. Потом покупаем по-дорогому. Новогодний день. Все очень дорого. Ну, и тут правильно тоже. Тут он обычно стоит один... Подожди. Он обычно 1,99 доллар стоит этот огурец. А сейчас 2,50. Уже как бы дороговато. Так, кладем сверху яиц. Свой. Огурца. Какая красота. Запах-то. Ну, огурцы пахнут, да? Ну, и вот так выкладываем, как будто ствол. Это же не совсем приплюснутый должен быть. Это же все-таки белая береза. Сколько сантиметров толщины у нас? Уже 3, 4, 5? Да уже побольше. Я тебя люблю. Ну, ты сильно много песни-то не поешь, он нам еще заблокирует видео. Свои толпкие. Так, почему мы выбрали белую березу? Наверное, соскучились уже. Что, ты уже по России соскучилась? Угу. Я думала, что тут берез нету, я иногда поражаюсь. Смотрю, есть в некоторых местах. Я тоже видела. Без любви, без ласки пропадаю я. А что, у нас березник-то остался еще? Или его весь вырубили? Без любви моя. Ну, почти. Вырубили. Там дома построили? Угу. Дома построили. Ох, какая белая береза. И сейчас вот это все мне нужно намазать майонезом. 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 Так, майонезиком. Не забываем мыть руки. Да, видишь, какая я... Где это? Я куда их поставила? Перетаскиваю с одного места на другое. Полотенце. Да, типа полотенца. Так, ну что, приступим. Ты нам много полотенец используешь. Да, может меня уже выселять не надо. Укладываем. Размазываем. Белую березу свою. Так, я сейчас сверху. Ну что, я вам хочу сказать, друзья. С этим видео я забыла же, надо же было первым слоем уложить листья салата. Но вот я сейчас их обрезала, постаралась вот так вот сложить. Да, подтолкали. А теперь, значит, вот, нужно полоски чернослива вырезать и делать как будто береза. Береза, белая береза. Вот таким. Красиво получается. Вот так нужно нарезать тоненькими, притоненькими. И укладывать сверху. Жирная береза получилась. Ну, нас много, поэтому она у нас такая. Ну, ничего. Смысл, я думаю, мы передали. Как ты думаешь? Да, да. Я думаю, что мы передали. Удивим сегодня гостей из Америки. Твоих родственников. Так. Ну, что, они и твои родственники тоже. Теперь, я же грибочки оставляла. У нас как будто бы под березой растут шампиньоны. Вау. Не под березовики, заметьте. А у нас растут шампиньоны. Кстати сказать, сейчас что-нибудь еще сбоку мы украсим. Ну, сейчас придумаем. Вот так. Это у нас грибочки такие. У нас тут поляна, короче, с белой березой. У нас наши родственники американские не заморачиваются насчет красоты. Главное, чтобы все просто было и удобно. Это у нас тут вдалеке растут шампиньоны. Вот так вот. Ну вот, друзья мои, салат белой березы готов. Если вам понравился салат белой березы, а еще, если вам понравилось готовить вместе с нами этот салат, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Мы будем очень рады. Всем пока, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok